Спасибо. На этой конференции, конечно, Вячеслав Всеволодович Иванов всем нам, балетистам, очень много значил и очень много будет значить и в будущем. И я как-то вообще-то случайно заинтересовался этой темой, и я подумал, что эта тема, конечно, интересовала очень Вячеслава Всеволодовича, и я поделюсь своими мыслями на эту тему. Если вас интересуют слайды, то есть такой, извините за нескромность, но очень просто сказать, что есть такой сайт, там ничего нет, только слайды данного доклада, и там они останутся некоторое время, можете посмотреть. Так что план простой. Сначала я хочу просто напомнить, какие названия бога грома в балтийских языках имеются. Тогда мы посмотрим, какие варианты темологии этого имени бога предлагались. Ну и тогда я перейду к новым данным, которые я хочу вам представить, и с ними связанные интерпретации. Там будет две части. Первая часть — это будут литовские глаголы, у которых есть корень «пург», там и другие факты. А потом вторая часть — это данные про латышское слово. Прошу латышей не удивляться. Это очень редкое слово «перкус», но можно писать из долготой, которое значит «гром». Ну и будем надеяться, что закончим некоторыми выводами. Итак, во-первых, посмотрим на название бога грома и явление как грома в балтийских языках. В литовском языке всё очень просто. Существует только один вариант — «перкунас». В латышском интереснее. Там существует три варианта ещё с некоторой вариацией. То есть «перкаунс», «перкунс» и «перкунс». В древнепрусском языке существует вообще-то только один вариант. Но, конечно, из разных источников, если собрать весь материал, то просто орфографических вариантов будет больше. Ну и, конечно, смотря на эти варианты, мы можем сказать, что общепалитийским можем считать только вариант «перкун», то есть с суффиксом «ун». Какие были варианты предложены, объясняя вот это слово, это имя? Во-первых, самый популярный вариант — это, что это является суффиксальным деноминативом, образованным от основы «перкву», то есть «дуб», как латинское «кверкус». То есть дословно это такой дубовый бог, связанный с дубом. И, конечно, связь бога-грома с дубом очень хорошо известна. Второй, меньше популярный вариант — это гласить, что это суффиксальный дивербатив от глагола «перк», который значит «бить», «ударять». И это дословно такой бьющий, бьющий молнией бог. И это тоже возможный вариант. Третий вариант совсем — новое предложение, что здесь можно увидеть сложное слово, то есть две основы — «перк», «бить» и «кун», который значит «камень» или «каменный клин». Но здесь, значит, этот бог бьющий камнем. И последний вариант, что это совсем не балтийское образование, а что это словизм, то есть «перкунос» отражает славянского «перуна», но только здесь вставляется «к». Ну, конечно, в один слайд все авторы не поместятся, так что я приношу извинения перед всеми авторами, которых здесь попало меньшинство. Ну, допустим, первым эту динамитивную гипотезу предложил ГИРД, ну, я поэтому его и указываю. Но, конечно, хочу обратить внимание и на работы Вячеслава Севловича Иванова. Ну, вот здесь одна из работ — это совместная гомкоролидия Иванов. Да, и еще несколько ссылок. Мне кажется, последняя работа просто хронологически — это Норберт Островского. Вторая гипотеза, дивербативная гипотеза, как я уже упомянул, у нее меньше поклонников. Вот я указываю Френтеля, Скарджиса, я думаю, что и в монографии Ниоли Лауренкене очень приводятся важные факты. Так что поклонников меньше, но тоже интересно, что в ранней статье Вячеслава Севлодовича, хотя ему нравится вот деминативный гипотез, но можно найти такие мысли, что дивербативная интерпретация тоже возможна. Третья гипотеза, что это композит, была предложена Вацлавом Блажиком, а последний вариант, что это словизм, это идея Войцеха-Смачинского. Ну, сейчас рассмотрим быстро, какие тут проблемы и какие недостатки, и какие преимущества у этих объяснений. Во-первых, самая древняя и самая распространенная интерпретация, что это отыменное образование. Ну, проблема, можем считать проблемой то, что вот нет достоверной этимологии самого имени существительного. До сих пор какая этимология у латинского «кверкус», ну, как-то непонятно. Интересно, что никаких следов, кроме вот этого предполагаемого дерева, ни в балтийских, ни в славянских языках нет. Но сразу надо сказать, что вот сама слабообразовательная модель, вот это с суффиксом «ун», ну, и там изначально там суффикс «только-н», очень архаична, и об этом уже описалось, я еще об этом упомяну. Другие интерпретации. Вторая девербативная гипотеза тоже сталкивается с похожей проблемой, просто там соответствующих глаголов нет не в балтийских языках, а в других индоевропейских языках, ну, очень ограниченные данные, и, скажем так, они недостоверные. И вот пропоненты этого гипотезы говорят, ну, вот если бы нашли, было бы хорошо. И сама слабообразовательная модель здесь, ну, не архаична она, но, конечно, вот имена деятелей тоже встречаются в теонимах, и это тоже известно. И последняя проблема, это такого акцентологического характера, что вот в названии бога, здесь Акут, да, Перкунас, обычно, ну, по крайней мере, в литовских от глагольных образований мы видим, что там циркунфлекс. Третья гипотеза, что это композит, композит, ну, скажем так, там Василоблажик видит кун с кратким гласным, но там же долгий гласный, еще вариант латышский, с согласовкой аун, он, так что я думаю, что это, ну, серьезный недостаток этого объяснения. Если будем считать это словизмом, ну, тогда нам придется считать очень таким древним, общебальтийским словизмом, ну, еще опять варианты в латышском языке, перкаунс, перкаунс, так что я считаю, что все-таки основные гипотезы, это первое динаминативное, то есть дубовый бог, и второе, что это бьющий бог. Ну, теперь перейдем к новым данным, которые я хотел бы ввести в это поле исследований балтийского названия грома, и, во-первых, я рассмотрю некоторые литовские глаголы с корнем пург, которые значат там терзак и так далее, и потом перейдем к очень интересной проблеме, то есть латышского перкус, который значит гром и других данных. Ну, во-первых, я хочу немножко напомянуть, что как отражаются индоевропейские корни в балтийских и, кстати, и в славянских языках, ну, конечно, если яглословка корня очень простая, е, то отражается как е. Но если корень в нулевой ступени, то тогда, ну, часто мы видим рефлексы типа цир, но редко бывают и рефлексы ур. Вот я здесь привожу несколько примеров, то это индоевропейский корень, как он отражается, вот огласовка корня е, ну, просто отражается как е. Гверх как герты. Нулевая ступень отражается либо как ир, гиртас, это пьяный, либо как реже, гуркшнес, или гурклис и так далее. То есть вот мы видим здесь огласовку ур. Это будет неважно. Ну вот я обратил внимание на такие глаголы, там три глагола в литовском словаре ЛКЖ, которые имеют корень пурк, то есть это рефлекс нулевой ступени. Пурки, те пурко, пурко, трепать, разрывать, там портить. Только три примера. Пурко, те пурко, я пурко, я тоже трепать и так далее. И много примеров там, ну, кушать, я активно тоже как бы трепать еду. Ну, там побольше примеров. 17, считаясь, источниками, такими лексикографическими источниками. И последнее супуркалити, то есть растерзать. Там тоже три примера. Так что вот глаголы с корнем пур, которые я хочу предложить как рефлексы вот этого корня перк, бить. И как мы видим, это имеем дело с итеративами интенсивами, которые должны быть образованы от возможного корня пурктей, то есть бить, ударять. И вот тогда развивается значение, то есть трепать, терзать и так далее. Если смотреть на ареал, это получается, ну, восточно-северная Литва, особенно, ну, вот северная часть, восточно-такого северного ареала. Также я хотел бы обратить ваше внимание на еще два слова, не глагола. Во-первых, это имя прилагателя пуркнус, который значит рыхлый, и я думаю, что он тоже может восходить к слову пуркти, бить, то есть рыхлый такой, который взбитый. Потом, может быть, вариант пирк, но это более частый этот вариант пирк, возможен в слове имени существительного пирктиз, баня. Там пять примеров. И, ну, конечно, мы можем сравнить с хорошо известным литовским существительным пирктиз, где отражается тоже нулевая ступень, пир, и там вот этот здесь корень, который мы видим в славянских языках, допустим, вот пирати, перон, ну, конечно, там изначальное значение бить. Ну, какие главные выводы по этой части? Вот мы видим, как я думаю, в литовском языке глагольные рефлексы корня пирк, бить, да, и, ну, с индоевропейской точки зрения это можно интерпретировать, как, ну, такой конгломерат пер, хорошо засвидетельствованного индоевропейского корня, со значением бить, ударять, и плюс к сегменту. Ну, раньше об этом говорилось как о детерминанте, сейчас немножко меньше, но неважно точно, что это пер плюс к. И, допустим, вот если посмотреть на такую пару примеров, как литовский плоук, где плыть, и сравнить со славянским плуте, русское плыть, мы видим, что разница в присутствии или отсутствии этого элемента. И, конечно, вот такие данные, я думаю, что это возможный такой аргумент в пользу дивербативной гипотезы, то есть вот и Скордиус, об этом, мне кажется, Скордиус так говорит, что вот главная проблема, что вот нет рефлексов, глагольных рефлексов этого глагола. Ну, как мне кажется, можно их найти. И, конечно, если мы согласимся, что славянский перун, это тоже имя деятеля, кстати, не все с этой интерпретацией соглашаются, допустим, Фасмер, сторонник такого гипотеза, но другие исследователи с этим не согласны, то это была бы параллель. Ну, и хочу напомнить, что у нас остается проблема окут, да, то есть если это от глагольного образования, то почему же там окут. Ну, и еще я хочу упомянуть, что в будущем предстоит обсудить и перг, мне кажется, имеются рефлексы и этого, этого варианта, этого корня. Вот есть литовский опурган, так, снежинка, то есть тоже что-то сбитое, и еще есть латышки сапургат, церпрюгальн, взбит и так далее. Так, итак, теперь переходим ко второй части таких новых данных. Во-первых, я и сам удивился, когда нашел такое слово перкус, которое значит гром. Это, ну, сейчас только гапакс, как мне кажется, во всем корпусе латышского языка. И там он выступает в ответе на загадку. Там перкус ун летус. Загадка записана в 1924 году. Это на Северной Видзиме. Я покажу, как там все. А, ну вот, к сожалению, не видно, но неважно, здесь есть транскрипция. Значит так, ну, это загадка. Калейскальдебесис, то есть кузнец кует на небе, и там оглас бирс Даугава, ну, там тлеющие угли падают в Даугаву, и ответ, вот там, ну, извините, что здесь не видно, здесь видно, там написано перкус ун летус. Ну, кто транскрипировал вот этот текст, еще написал, что это подразумевается перконс. То есть, кажется, что в латышском есть такой вариант перкус, который значит, ну, здесь гром, скажем так, просто. Интересно, что у одного латышского села, которое называлось, мне кажется, перконсемс, в исторических источниках есть вариант названия просто такое, перкус. Ну, рядом с перкун, перекун написано, и это тоже интересно. Так что вот первое перкус ун летус, сейчас название места, мы знаем, что были и еще остались места, которые назывались как в связи с культом грома, бога грома и так далее. Так что здесь тоже интересно. Переходим в литовский ареал. В литовском ареале, к сожалению, я нашел только фамилию перкус на юге-западе Литвы. И вот есть и другие фамилии, но там суффикс, у них суффикс и наем, и я не уверен, есть ли там отражение вот этого перкус или нет. Это рентеяс, интересно. И теперь уже сегодня упоминался, вот это, упоминался вот этот очень интересный источник, так называемый, Паганский гвар из Нареву, который издал Зинкявичус, и вот эта публикация в балтославянских исследованиях. И там 70-е слово — это перкус, то есть там поганские, ну, боги поганские, наверное, там было. И очень интересно, что об этом упоминает и Зинкявичус. И я думаю, что об этом Зинкявичусу должен был сказать Вячеслав Всеволодович Иванов, там есть запечатание, что это подтверждает предполагаемую связь перкуна с лауми, с лауми, что вот других там имен, теонимов там нет, только эти два, вот это интересная пара. И да, и вот последний интересный факт. В эстонском языке есть такой бальтизм, пергу, он значит ад, но возводится, в конце концов, к названию бога грома. И возможно, это одна из возможностей, указанных автором, этого этимологического словаря эстонского языка, что вот пергу отражает просто бальтийскую основу без суффикса, который оканчивается на какой-то гласный, то есть перку. Есть даже форма перкус, но ус здесь может быть и вторичным, так что не надо здесь слишком радоваться, но возможность такая есть. Ну и так, мы имеем дело со словом перкус, который значит гром, мы видели по данным, скромным, очень скромным данным латышского языка, а по данным вот этого словаря Нарева, там он выступает как уже бог грома. И что это, как нам интерпретировать это слово, какое это образование, если это образование, то, конечно, там А вариант, что это имя действия, то есть битье, и потом переход в значение гром, да, вариант что-то возможное, глагольное, прилагательное, ну и потом с последующей субстантивацией, то есть бьющий, а потом гром. Ну и, конечно, это может быть просто и сокращенный вариант от основы, допустим, перкунас, так что здесь тоже надо с определенной осторожностью относиться к этому варианту. Ну, если мы согласимся, согласимся, что все-таки это не сокращение, ну тогда получается, что перкунас, как и при интерпретации, деноминативной интерпретации, это будет архаичное образование, типа как портус портунус и другие этионимы этого типа, но только здесь интерпретается, получается, что перкунас, то есть владеющий громом, то есть громовый бок, не дубовый, а громовый бок, потому что мотивирующие слово значит, ну просто уже гром, как действие, наверное. Ну и, конечно, это уже хорошо известно, я отмечал с другими исследователями, что вот здесь перкуну, это образование, отражает хорошо известный архаичный индоевропейский так называемый посессивный суффикс, еще называемый суффиксом Гоффмана, и вот я привожу две работы Ольсен, Бригитти Ольсен, Норберта Островского, но, конечно, оба автора видят связь с дубом. Так, ну основные выводы, я, наверное, немножко сэкономлю время, ну первые выводы, что я хотел показать, что в литовском языке имеются некоторые возможные рефлексы, глагольные рефлексы корня перк, бить, и от этого глагола, ну перк, это могло быть образовано либо название деятеля, перкунос, или название действия, перкус, и уже от этого названия действия перкус потом образуется, возможно, образуется перкунос, и здесь будет архаичная модель. Спасибо большое за внимание. Спасибо, это было интересно, и, конечно, совершенно замечательный латышский пример 24-го года, который расширяет наше представление. И могу только сказать, что вы правильно делаете, что отвергаете. Последнее время стало модно, если мы можем увидеть два суффикса, ну как здесь, к расширитель или суффикс, неважно, и ум, то мы сразу же начинаем говорить, должен быть про индоевропейский композит. И вот на этом стоит, с моей точки зрения, совершенно неправильно, Блажик, но он тут отнюдь не единственный, мне кажется, что это совершенно неправильный, принципиально неправильный подход, когда все древнегреческие слова на «опс» пытаются увидеть глаза, как «кит-опс» с крупным глазом, так будет все остальное, что кончается на «опс», будет связано со зрением, но имеем дело с суффиксом. И то, что возможно влияние одного на другое, это никто не формулировал лучше, чем это сделал Владимир Николаевич Топоров. Время от времени не только подсмеиваются, но и издеваются его формулировкой насчет того, что нужно отстаивать множественную темологию. Он при этом не имел в виду, что истины не существуют. Истина, безусловно, существует. Но в ходе истории слова каждая лексема вступает в разные отношения с другими лексемами в свои отношения на каждом этапе развития языка. И, соответственно, следы этого влияния мы очень часто и обнаруживаем. Мне симпатична идея, что здесь речь идет об имени. Ну, собственно, получается, если вы от глагола берете, то получается, что это скорее имя деятеля. И получается так, что мы имеем такие имена с суффиксом на n, ну, не знаю, тот же Аполлон. У нас будет иметь суффиксальное n и представлять собой явный эпитет, который заменяет имя божества. И думаю, что вот в этом направлении семантического развития правильно думать о том, что эпитет вытеснил более раннее название. Что касается пер и перк, то здесь, конечно, забавно ареальное распространение. Ну, под Петербургом мы часто посещаем Парголово и прекрасно понимаем, что сатана перкана это не что иное, как вот отражение примерно таких связей, которые свидетельствуют о том, что славяне появились на этих территориях позже, чем Балты. Да, потому что в противном случае в Парголово не было бы вот этого г. Значит, думаю, что правильно рассматривать к как суффикс или расширитель не совсем понятно, но я бы не стал ни в коем случае отказываться, что предлагалось неоднократно, от связи балтийского и славянского материала. То есть, все-таки это едино. Другое дело, что мифологическая традиция связывает и с дубом, и с козлом. Не правда ли? Руны случайно ссылались на Мартина Уэста и его комментарии 1966 года к Теогонии. Там четыре страницы посвящено Перуну, который изображает гром с помощью козла. То есть, на самом деле, здесь огромное количество того, что в рамках того направления, которое олицетворяли для нас Вячеслав Силович и Владимир Николаевич, вот можно было бы обозначить как множественные эти моменты. А так, еще раз большое спасибо.